дел вас про мы с вами не будем останавливаться очень подробно на деталях потому что это не глубокое обучение само по себе обучение оно доступно если вы во-первых может посмотрите запись уже нескольких проведенных ранее курсов во вторых вы можете прийти в офис дистрибьютора и там получить более подробное обучение уже живым оборудованием и в третьих мы проводим практику практика это целый день работы с оборудованием мы программируем устройство и смотрим различные варианты использования технических решений и так далее это происходит примерно раз в месяц опять же в офисе дистрибьютора это платный уже вариант собственно hdl производит три линейки на данный момент основных одна называется bass pro это собственно собственный протокол протокол этот открытый и и доступный к поддержке сторонними компаниями но тем не менее это собственный протокол hdl протокол bass pro wireless это беспроводный протокол идентичный протоколу bass pro но использующий в качестве физического носителя беспроводные сети низкого энергопотребления 802 154 и оборудование протоколу knx это мировой стандарт авторизации поддерживаемый на данный момент уже больше чем четырех ставим производителями совместимое с этими производителями оборудование hdl производит и тоже постоянно расширяет свою линейку также не все знают что hdl производит оборудование по ом договорам с различными партнерами официально это нигде не рекламируется потому что какой смысл кому-то говорит что кто-то за него производит оборудование но такое сотрудничество есть достаточно широким количеством списком компаний среди которых philips изилюкс и даже ханево и так сеть bass pro система hdl общее преимущество во первых многие считают что так как hdl один из последних производителей которые вышли на рынок технология которую он предлагает недостаточно проверено и имеет смысл лет пять подождать для того чтобы узнать насколько хорошо она работает сейчас уже тысячи объектов используют технологию вас проба в мире а больше чем 80 странах существует инсталляции причем под очень известными брендами технология очень даже неплохо проверен достаточно много гостиниц реализована на hdl в их числе те которые вы сейчас видите на экране и десятки других причем в некоторых гостиницах используется просто оборудование управления например освещением климатом в других используется полноценное программно-аппаратное решение hdl для гостиниц хилтон софитель и другие сети используют hdl на своих объектах также просто здание всевозможное реализовывается на hdl например музей бмв это один из первых объектов который был сделан еще если не ошибаюсь примерно году в десятом используют систему управления освещением очень красивую систему на основе dmx и эта система работает очень хорошо и уже достаточно давно частные объекты также в большом количестве реализуются причем по всему миру очень много объектов например в норвегии великобритании греции единственные страны в которых hdl не очень широко используется это страны на рынке которых сложно зайти например американский рынок и там hdl дистрибьютор еще только-только появился и только через некоторое время наверное у него будет уже хорошее количество проекта дальше сети hdl ограничений практически нет ну конечно нет систем в которых абсолютно никаких ограничений но в hdl их наверное одно из наименьших количеств по сравнению с другими системами а здесь можно использовать от одной комнаты до большого здания двести пятьдесят четыре сегмента можно использовать и в каждом по 64 устройства на самом деле это не предел дальше уже программное обеспечение диспетчеризация от него все зависит какое используется hdl использует достаточно надежную и очень простую простую структуру в hdl использует используется распределенный интеллект у нас нет центрального контроллера от которого зависит работа системы в каждом устройстве свои задачи но все устройства работают одновременно единой сети из других технологий которые известны в мире больше всего похожи к nx но конечно есть очень много различий то есть hdl работает не так как работают производители с центральным контроллером такие как и но с телетаск крестрона м x и другие топология сети рекомендуется использовать соединение шлейфом не рекомендуется использовать звезду также если возможно не рекомендуется использовать и дерево это в рамках одного сегмента конечно все как только сегментов несколько их можно уже компоновать как угодно насколько позволяет вам TCP-IP-сети, потому что различные сегменты сети соединяются при помощи IP-топологии. Также, как один из наиболее новых протоколов из тех, что существует сейчас на рынке, в HDL заложена изначальная полная IP-прозрачность. Что это значит? Если вы используете практически любую другую систему умного дома и там подключите IP-интерфейс, чаще всего это будет небольшой сервер, который транслирует один протокол, который внутри сети, наружу в IP-сеть и выбирает, что транслировать, что нет. И это обычно такое достаточно непростое устройство. У HDL одно и то же устройство может работать как в IP-сети, так и по внутреннему протоколу RS-485 без каких-либо изменений в настройках. То есть абсолютно один и тот же протокол доступен и там, и там. Также IP-интерфейс, как только он появляется в сети, сразу же делает доступно все команды и обратную связь с сетью без практически каких-либо настройок. Ну, кроме того, чтобы установить IP-адрес. Поэтому в HDL заложены достаточно хорошие возможности роста в новомодном тренде интернета вещей, потому что существующие устройства при переключении в IP-сеть не требуют никаких перенастроек. Просто немножко другой чип и все. Да, вот я вижу, умеет говорить по поводу модуля. Да, есть сейчас хаб, который действительно позволяет подключение по типу звезда, но на самом деле, если вы посмотрите в его описании, он позволяет только короткие сегменты к нему подключать. Вы можете несколько метров ответвить от этого устройства. Полностью сделать звезду на основе этого устройства, к сожалению, не получится. Я тоже очень на него надеялся, когда он вышел. Какой используется кабель и коннектор? Есть вообще два варианта, которые упоминаются стандартом. Мы можем использовать, и это предпочитаемый вариант, KNX кабель, JYST 2х2.0.8, это стандартный вариант. Первый вариант, он же называется кабель HDL. И второй вариант, мы можем использовать кабель пятой категории, как 5E-UTP. Для новых коннекторов, которые выглядят вот так, желательно, конечно, использовать кабель JYST 2х2.0.8, KNX кабель. Почему лучше использовать именно его? Потому что его, во-первых, использовать проще. Во-вторых, у него все-таки характеристики для системы автоматизации лучше, чем у пятой категории. Тем не менее, каждому устройству с таким разъемом, безвинтовым, да, то есть с быстрым монтажом, идет в комплекте адаптер под пятую категорию и подвинт. То есть вы можете в этот разъем вставить адаптер подвинт и подключить его к системе, построенной на основе кабеля кат 5E-UTP. Также HDL достаточно просто настраивается. Пример, да, вот, допустим, сеть KNX, да, вам необходимо создать групповой адрес, этот групповой адрес назначить на нужные исполнительные элементы, да, назначить на нужные актуаторы, и потом после этого сделать групповой адрес обратной связи, да, его назначить туда, куда, опять же, нужно для обратной связи. То есть все, ну, для обычного человека, который не имеет большого опыта работы с автоматикой, не очень логично. В HDL все гораздо проще. Вот, например, сейчас вы видите справа скриншот настройки клавиши обыкновенного выключателя, который может посылать различные команды. Каждая строка — это команда. Subnet ID, Device ID — это адрес, куда мы посылаем эту команду, дальше тип этой команды и параметр. Например, если мы посылаем команду на реле, у которого адрес 1.4, то мы посылаем команду на устройство Subnet ID 1, Device ID 4, Single Channel Lightning Control — это тип команды, и дальше номер канала просто прописан. То есть эта строка, она абсолютно понятно показывает, куда мы хотим послать команду, какую именно команду мы хотим послать, что мы хотим сделать. И таких строк можно до 99 добавлять в настройках одной клавиши. То есть все настраивается, во-первых, достаточно просто, а во-вторых, очень гибко. Также обратную связь отдельно настраивать не надо, она по умолчанию уже присутствует в той же самой команде, которую мы отправляем. Также существуют готовые технические решения для различных типов установок. Вы можете эти решения спрашивать у дистрибьютора. И в данном случае технические решения по управлению несколькими зонами отопления и несколькими зонами кондиционирования. Вот вы видите на экране. Таких решений есть довольно-таки много. Какие ограничения и рекомендации для системы? Во-первых, ограничение 1200 метров для одного сегмента, это длина кабеля, при этом рекомендация 1000 метров. Но дальше эта рекомендация, она немножко становится более специфичной. Если устройств между 32 и 64 в одном сегменте, то кабеля должно быть менее 500 метров. Если устройств менее чем 32, то кабеля может быть более 500 метров, то есть до 1000. Вот основные рекомендации. Эти рекомендации есть на самом деле в более серьезном количестве в документе, который называется Design Bass Pro. Этот документ вы можете скачать с наших дропбоксов, из дропбокса дистрибьютора и из дропбокса самого производителя. В конце, если хотите, я вам могу дать ссылку на эти дропбоксы, если у кого-то нет. Также не забывайте, что блоки питания в системе необходимо разделять. Если у нас есть два блока питания, вот сейчас вы видите слева сверху один блок питания, по центру чуть справа другой блок питания. Обязательно разделяйте их, друг с другом питание не должно встречаться. Этот момент достаточно долго мы выясняли у производителя. Когда выяснили, решили очень много проблем на тех объектах, которые делали первыми. Еще в году в десятом это было. Теперь давайте посмотрим основные устройства. Не все устройства здесь упоминаются. Это все-таки не каталог. И каталог вы можете посмотреть самостоятельно. Но основные устройства, на которые имеет смысл обращать внимание с точки зрения рынка, сегодняшнего рынка автоматизации. Итак, БАСПРО управление освещением. Ну, во-первых, есть простейшие реле. Реле бывают от 4 до 16 каналов, и бывают 10-амперные и 16-амперные. С точки зрения реле, ваше внимание, я хотел бы обратить на тот факт, что 10-амперные реле гораздо тише работают. 16-амперные реле работают громче. Не имеет смысла использовать 16-амперные реле, если ваш щит не звукоизолирован. Достаточно качественно. Диммеры. То, что позволяет нам делать красивые световые сцены, светорегуляторы. Новые диммеры, обратите внимание, они уже со встроенными предохранителями, быстрыми плавкими вставками. Они уже встроены в корпус. То есть вам не нужно их размещать отдельно. Это очень удобно, потому что в любом случае приходилось диммеры защищать этими штуками. Диммеры бывают у нас трансформаторные и тиристорные, семисторные. Мощность от 1 ампера до 20 ампера. Для светодиодного управления у нас есть шестиканальный модуль слаботочного управления 12 и 24 вольта он поддерживает. По моему опыту 24-х вольтовые ленты диммируются этим модулем получше, чем 12-ти вольтовые. До 5 ампер мощности на каждый канал. Общая мощность до 30 ампер может быть, соответствующий блок питания. Подбирайте. Существуют уже готовые программные модули, которые вы можете использовать для iPad, допустим, чтобы выбирать цвет через цветовую палитру и после этого регулировать. Также HDL поддерживает протокол DMX. Это на данный момент стандарт де-факто на рынке для управления светодиодным освещением. Или цветным, или просто белым. Существует 48-канальный модуль DMX и 512-канальный модуль. В программном обеспечении они выглядят примерно так же, как и диммеры. Просто у вас появляется 48-канальный диммер. Драйверы DMX вы настраиваете на нужные адреса и, собственно, получаете возможность управлять каждым из этих каналов. 48 каналов это, соответственно, 16 трехканальных модулей. Сразу же. Если мы используем драйвера трехканальные, RGB, трехцветные, то мы можем управлять 16-ю такими драйверами. Это не 48 RGB каналов, это 48 просто адресов. Также в каждом из модулей DMX или в реле или в диммере есть сценарий встроенный и встроенные последовательности. Последовательность это такой сложный сценарий, в который включаются другие сценарии и работают по таймеру, по времени. То есть, если вам нужно сделать бегущий огонь, вы можете эту настройку сохранить не в управляющем устройстве или каком-нибудь логическом контроллере, а в самом диммере или DMX шлюзе. Тогда вы сможете запускать их одной командой и дальше скорость сети уже для вас не будет важна, когда вам нужно, чтобы, например, группа света сменялись чаще, чем раз в полсекунды. Другой распространенный сейчас протокол для управления освещением называется DALI. Расшифровывается это дело как Digital Addressable Lighting Interface, цифровой адресуемый интерфейс управления освещением. Если в других системах опять же вы работали с DALI, то знайте, что там есть два момента. Момент номер один это адресация, то есть как проадресовать ваши балласты DALI. Второй момент это блок питания. не все производители производят балласты уже со встроенными блоками питания. Например, Helmer производит со встроенным блоком питания, а Tectonic без. HDL интерфейс имеет и встроенный блок питания, и встроенную возможность адресации DALI. Он работает как хост, вы подключаете к нему балласты, он их адресует, и дальше вы их уже раскидываете по нужным вам адресам и группам. Также HDL делает многофункциональные контроллеры, и вот собственно один из новых моментов, которые за последнее время появились в HDL. Эти контроллеры теперь можно использовать не только для гостиниц, они изначально появились именно для них, теперь их можно использовать и в обыкновенных домашних инсталляциях. Существует новая прошивка, она появилась буквально неделю назад может быть, или чуть больше, которую можно залить в это устройство, и оно приобретает не гостиничные функции, а обыкновенные функции BASPRO. И открывается как просто многоканальное реле тире-диммер, в нем есть 17 каналов реле, 4 канала диммирования, а также модуль входа в сухих контактов. То есть подключив к этому устройству выключатели на основе обычных сухих контактов, обыкновенные механические выключатели, вы сможете иметь устройство, которое управляется и с выключателей, и через IP, и имеет достаточное количество выходов для обыкновенной квартиры. Даже для некоторых, например, двухкомнатных квартир может полностью ухватить функциональности этого устройства. Стоит иной, если не ошибаюсь, что это около 700 долларов, и это, в общем-то, практически вся автоматизация, которая понадобится для умной квартиры. Моторизация. Во-первых, у нас есть реле для штор, но тут все более-менее понятно, это обыкновенный четырехканальный реле, в котором разделено два и два канала. эти каналы не могут пересекаться для того, чтобы случайно мотор не включить то положение, в котором трещит и сгорает. Приводы поддерживаются 24-х вольтовые, и тут нам желательно использовать сразу все каналы этого устройства, на самом деле 3 из 4, или 220-ти вольтовые, там достаточно на каждый мотор двух каналов. Также HDL производит свои собственные моторы и приводы. Эти моторы есть для штор и отдельно для ролет. Мотор для ролет он только-только вышел, совсем недавно. Они достаточно тихие, сравнимы с дорогими приводами типа электрон по громкости. они подключаются напрямую к шине сразу к шине BassPro без промежуточного реле и они позволяют управлять уровнем открытия в процентах. То есть вы задаете при первом запуске тест и говорите вот это 0%, вот это 100%. И дальше открыв на 42% вы увидите что он откроется например чуть меньше чем наполовину. управление климатом на что стоит обратить внимание. Во-первых есть многоканальный модуль отопления. Это одно из лучших подобных устройств на рынке автоматизации домашней автоматизации по крайней мере сейчас. В нем есть 6 каналов и в каждом из этих каналов есть логика управления а также выход реле и выход 0,10 вольт. Вы выбирайте сами. Вам нужно 0,10 вольт для того чтобы регулировать заслонки вентиляции или сервопривода отопления или вам нужно реле для того чтобы полностью эти сервоприводы открывать на определенное время и закрывать. Работает он при помощи логики пидрегулирования. Что это значит для например реле? Он выбирает цикл допустим 20-минутный цикл и если ему надо нагревать то он на 15 минут открывает реле а на 5 минут закрывает. Если ему надо поддерживать существующую температуру допустим на 10 минут открывает потом на 10 минут закрывает. Если ему надо чтобы температура падала то он на 5 минут открывает на 15 минут потом закрывает этот канал. Вот таким вот образом регулируя циклы он управляет отоплением. Это гораздо более точный вариант управления, чем если бы он просто включался и ждал, пока догреется до нужной температуры, и тогда уже только отключался. К нему мы подключаем датчики температуры OneWire. До 13 датчиков мы можем проадресовать внутри самого этого устройства. Обычно считается, что... Почему их 13? Потому что 6 на воздух, 6 на пол и 1 на улицу. Уличную температуру он тоже поддерживает, правда, до минус 20, кажется, 5 градусов. Более низкая для него считается уже просто минус 25. Но так как это не уличное устройство, это нормально. Также он может использовать, кроме собственных датчиков, внешние датчики. У вас делал во многие датчики и во многие сенсоры и выключатели встроены уже датчики температуры. И он может к той зоне, которую он управляет, привязать датчик, например, в DLP-выключатель, находящийся. И на основе его данных управлять климатом. ХВАК контроллер. Как вообще ХВАК расшифровывается? Heating, Ventilation, Air Condition. Этот модуль имеет 3 режима, соответственно, 3 канала релейных, которые переключают режимы тепло-холод-вентиляция. Еще 3 релейных канала на 3 скорости вентилятора, сильно-средне-слабо. Выход 0,10 вольт, если нам нужно управлять заслонкой. И вход для OneWire цифровых датчиков, которых к нему можно подключать напрямую. Так он тоже может использовать внешние данные со сторонних, ну не со сторонних, а с внешних выключателей, например, с DLP-панелей, как ту температуру, которую он использует для поддержания нужной уставки. Это устройство раньше могло работать только совместно с DLP-панелями и со специальной странички DLP-панелей, панелей с экраном, если кто-то не знает, что такое DLP. Они управлялись сейчас. У них есть автономный режим работы, когда они могут работать сами по себе. И вы можете иметь, например, 10 HWAC-контроллеров и один IP-интерфейс, и управлять с iPad'а напрямую всеми этими HWAC-контроллером. Еще один важный момент состоит в том, что подключение, которое в нем используется, это стандартное подключение для множества термостатов. Для большого количества термостатов. Термостаты, например, типа Nest или Honeywell, многие термостаты, Siemens, многие термостаты, они подключаются именно таким образом. То есть там есть несколько релей на теплоход-вентиляцию, есть несколько релей на скорости вращения вентиляторов, и иногда 0-10 Вольт. Поэтому эта штука, она может заменить обычный, не очень умный термостат, и, собственно, дать возможность управления автоматизированного или сетевого для таких систем. А для управления теплыми полами. Умит, я, к сожалению, не понимаю этого вопроса. То есть эту штуку вы можете использовать для управления теплыми полами. Но она поддерживает одну зону. То есть или управляете температурой воздуха, или управляете температурой пола. Или используете шестиканальные устройства, и там вы можете и тем, и другим управлять на разных каналах. Вот эта штука, HWAC-контроллер, она однозональна. Как мы управляем кондиционерами через HDL? Мы используем либо ИК-передатчик для обыкновенных сплит-систем. Несколько устройств могут передавать инфракасные сигналы в HDL. Либо мы используем шлюз чаще всего CoolMaster для того, чтобы управлять мультизональными системами кондиционирования. Да, у МЕД сколько максимальных ватт можно подключить на один канал. Я знаю про шестиканальный модуль, и там один амперный канал мы можем использовать. Поэтому чаще всего он используется с внешними релюшками. Желательно тихий твердотельный реле использовать, конечно, для того же теплого пола и для отопления. Поэтому напрямую мощные нагрузки лучше не подключать. Камил спрашивает, дружит ли с Mitsubishi Bass Air Conditioner? Да, дружит. Причем Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy поддерживаются CoolMaster. И вопросы желательно мне задавайте не в личку, а в общем чате, пожалуйста, чтобы все их хотя бы видели и понимали, на что я отвечаю. Я не читаю общий чат, я читаю только раздел «Вопросы». Хорошо? Итак, CoolMaster. CoolAutomation.com. Заходите на их сайт и смотрите. Текущая версия CoolMaster называется CoolMaster.net. Через RS-232 она подключается к HDL. И через IP она подключается к управлению из IP-сети. Поддерживает до 7 линий кондиционирования. И в каждой из этих линий может быть определенное количество, иногда до 64 кондиционеров. Поддерживает довольно много брендов, включая Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, LG и так далее. Александр, вопросы по внутрепротокольной работе я, если хотите, могу переадресовать производителю. Потому что нам важно не как это работает внутри, а как это выглядит для обыкновенного инсталлятора. Работа с мультимедиа. Работа с мультимедиа не очень широко представлена в HDL в системе Bass Pro. Но этот момент он через некоторое время исправится. Daikin по ИК работает, Олег спрашивает. Олег, у меня был опыт Daikin, который работал по ИК. Да. И через CoolMaster тоже работал. Но, естественно, никто вам не пообещает, что все Daikin будут работать. У вас дело есть музыкальный плеер. Это то, что раньше называлось Z-Audio. В новом корпусе это называется Music Box. HDL Music Box. И это относительно новое устройство. Это, в общем-то, два в одном. Точнее, просто два устройства. Даже не в одном. Они обычно просто работают вместе. Одно из них это сетевой плеер для музыки. На этом слайде вы его видите внизу. И вы видите, что туда подключается Ethernet. Вставляется SD-карточка. Блок питания подключается. Есть антенна для FM. Есть аудио вход и выход. Есть инфракрасный выход. И есть выход даже сухого контакта. Собственно, эта штука это плеер. Ее можно подключить к любому внешнему усилителю. Также есть еще усилитель. Примерно в таком же корпусе. От плеера к нему подключается вход. И он дает нам два канала по 20 ватт. Есть версия по 25. Это в разных документациях почему-то по-разному указано. И мы, собственно, имеем уже полноценный музыкальный плеер. Что в нем хорошего? Он поддерживает Bluetooth. Через Ethernet он поддерживает FTP. То есть вы на FTP куда-нибудь кладете файлы, папочки. И эти файлы он проигрывает. Каждая папка это плейлист. То есть это такой фоновый плеер, так скажем. Как Bluetooth он тоже неплохо работает. То есть вы из телефона ищите, видите несколько сразу плееров. Выбираете какой из них вам нужен. И он работает как гарнитура или как в автомобиле, например. Вы подключаете Bluetooth. Также в нем есть инфракрасный выход, чтобы управлять внешним источником. Теперь плохое. В нем нет деланной камил. В нем нет USB, действительно. И в нем нет функциональности, к которой мы сейчас привыкли, глядя, например, на системы типа Sonos. Следующей версии, возможно, уже будет. Но до тех пор мы используем внешние какие-то плееры, подключающиеся туда. Сейчас я дам ссылочку на небольшую статью, которую я написал некоторое время назад. Вот вам ссылочка. Умет, радио работало раньше очень плохо, сейчас работает не очень плохо. Не сказать, что оно работает идеально, но оно работает намного лучше, чем раньше. Особенно, если хорошая антенна. Вот ссылочка на тот, в общем чате я сейчас вам кинул, на тот вариант, который хорошо работает с этой штукой, и превращает ее практически в Sonos. Павел USB или что-то еще, будет или нет, зависит от производителя, а не от нас, скромных продавцов. Вот, чем эта штука хороша на самом деле еще? Тем, что она может воспроизводить файлы по событиям системы. То есть вы, например, поставили дом в режим охраны, и она вам об этом голосом сказала. Или она сказала, допустим, 2 минуты до того, как дом встанет в режим охраны. Одна минута до того-то и того-то, дом встал в режим охраны. Или там ночной режим, да, или много других вариантов использования. Вплоть до собачьего лайка, если вы хотите кого-то отпугнуть. А можно просто все подряд озвучивать, например. Вы подняли шторы, вы опустили шторы, вы включили свет в гостиную. А вы управление. Мы можем управлять сторонними устройствами, используя инфракрасный сигнал. Или RS-232, если эти сторонние устройства поддерживают такой вариант. ИК-управление происходит через обучение. То есть вы берете пульт того, допустим, телевизора, которым вы хотели бы поуправлять. Берете специальную коробочку отдельную, которая по USB подключается к компьютеру. Именно отдельно. И обучаете программное обеспечение, новый инфракрасный сигнал. Дальше вы их называете, добавляете в базу своих устройств. И загружаете уже в нужном варианте, в нужное вам устройство. Два самых популярных устройства для инфракрасного управления. Они здесь как раз на экране видны. Такая инфракрасная таблетка с сенсором силы тока. Это синяя штучка. Ее иногда засовывают внутрь самого устройства, например, внутрь самого кондиционера. И транслятор, встроенный в сенсор 8 в 1, это вот то, что чуть ниже. То есть он висит в центре комнаты и вокруг метров на 5-7 кидает инфракрасные команды. Безопасность. Самое главное для безопасности HDOBAS это охранный контроллер. Охранный контроллер это 8-зональный контроллер режимов. В нем есть, во-первых, 8 зон, во-вторых, режимы. 8 зон вы выбираете самостоятельно. И каждая из них настраивается, опять же, самостоятельно, что в ней происходит в разных режимах. Стандартный режим это день, ночь, ночь с гостем и никого нет дома. И отпуск еще есть. Допустим, в режиме ночь вы можете ставить под охрану все, кроме спальни и, допустим, ванны и туалета. В режиме ночь с гостем вы можете под охрану ставить все, кроме там, допустим, этажа, где находятся гости. Никого нет дома, вы можете все вообще под охрану ставить. А, допустим, в режиме отпуска вы можете имитировать присутствие, как будто вы на самом деле находитесь дома. Он поддерживает SMS-оповещение, но не встроенное. В нем, как вы видите, ничего нет встроенного, кроме шины. Внешний SMS-модуль вы используете и через него отсылаете SMS-команды. Он поддерживает звуковые оповещения через MusicBox Z-Audio. И он взаимодействует с датчиками, то есть он наблюдает за состоянием зоны. Если зона находится в режиме охраны и там есть движение или, например, открылось окно, то он соответствующим образом предупреждает. Что он еще может делать? Он может по-разному функционировать для разных типов зон. В том числе он хорошо настроен на то, чтобы, допустим, использовать таймеры, то есть тех комнат, в которых человек еще может находиться, когда система ставится в режим охраны. Допустим, таймер 2 минуты, да, если вы оставили дом в режим охраны, чтобы вам уйти. Есть и другие моменты специализированные, которые уже нужно смотреть при настройке этого контроля. Так, еще вопрос от УМЕДА. Возможно ли реализовать полное управление кондиционером по ИК с выбором любой температуры и всех режимов? УМЕДА не всегда. Иногда можно, иногда нет. В зависимости от того, насколько хорошо это дело будет обучаться. Больше чем в половине процентов случаев приходится настраивать кондиционер таким образом. Вы выключаете пульт, потом назначаете нужную температуру и нужный режим, например, 18 градусов, охлаждение, авто. И посылаете эту команду в обучалку. Вот эту команду пакетную сохраняете и дальше ее используете. Дальше 19 градусов охлаждения авто, 20 охлаждения авто. Потом точно так же сначала начинайте на обогрев, потом на авторежим, потом на другие скорости вентилятора. И вот такие вот пакетные команды в большом количестве вы изучаете и после этого посылаете именно их. А не команду плюс 1 градус или команду регулирования заслонок. Обычно вот так. Как BASPRO взаимодействовать с другими системами? При помощи шлюзов. Шлюзов в вашем деле много, больше чем в большинстве других систем. Есть IP-шлюз RS-232 и RS-485. Причем мы можем настраивать, какие события происходят в системе, если определенная команда пришла на 232-й порт. Или какую 232-ю команду послать, если определенный тип внутри команд сработал. КНХ-шлюз есть двусторонний, достаточно неплохой. Дали-шлюз есть, DMX и несколько других. Большинство из этих шлюзов поддерживают двустороннюю коммуникацию, кроме разве что DMX, который в принципе односторонний. И поддерживают настройки взаимодействия со сторонними шинами. Но не надейтесь на то, что большое количество устройств BASPRO встроится как KNX-устройство в KNX-сеть. Почти все функции вам будут доступны, но не так много, как если бы вы были в родной BASPRO-сити. И наоборот. Есть ли опыт интеграции с BALID? Камил, конкретно у меня опыта интеграции с BALID нет, но BALID логичнее всего использовать через MoodBus интерфейс, который в BALID есть достаточно давно. А ваш дел, он сейчас появился просто перепрошивкой RS-232 модуля. Но это логично всего, да? Лично у меня опыта нет, к сожалению. Если у кого-то есть, напишите Камилу, пожалуйста. Еще одна новинка. Сенсорные панели Enviro. Рекомендую вам их посмотреть в офисе, как они выглядят. Только-только они анонсированы, вот если я не ошибаюсь, в конце августа начнут продаваться. Это обыкновенный сенсорный экран, но довольно-таки дешевый. По меркам сенсорных экранов там 577 долларов, если я не ошибаюсь, он стоит. Это на самом деле он в обычную коробку выключателя подключается. Не требует дополнительного источника питания. То есть в принципе это обычный выключатель, просто с огромным количеством возможностей. Какие здесь есть возможности? До 6 страниц на освещение можно использовать, до 9 зон климата, а зона климата это DLP панели обычно, до 9 зон теплого пола, 8 зон музыки, 12 сценариев, но это вы видите все на экране. То есть там достаточно такой простой интерфейс используется, в который из таких новых функций добавлена возможность мониторинга энергопотребления еще. С того, чего не было раньше. То есть это в общем-то довольно-таки уникальные панели, и вот насколько мне известно, устройства, встраиваемые в обыкновенную коробку и работающие без центрального контроллера, среди таких устройств это наиболее функционально из всех, что существует сейчас на рынке. Клавишные панели DLP это классические панели, которые есть в различных вариантах дизайна. Есть вариант дизайна, где все клавиши с одной стороны, и эти клавиши физические, например, металл. Есть вариант дизайна, который вы видите сейчас на экране, где клавиши с двух сторон, и эти клавиши сенсорные, на сенсорном стекле находятся. Внизу еще и некоторые основные функции, например, управление кондиционером, музыкой. Здесь многостраничный интерфейс, то есть вы нажимаете не на сами иконки, а на клавиши, которые рядом. Различные страницы обычно управляют различными функциями. Например, страница управления музыкой. Вы переходите на нее, и оттуда можете управлять определенным функционалом. То есть выбор следующей радиостанции, следующего трека, следующего плейлиста. Видите название этого плейлиста, название песни, регулируйте громкость и так далее. Дальше управление теплым полом, отдельная страничка, управление кондиционером или температурой воздуха, отдельная страница. В эту же штуку встроен датчик температуры, а в некоторой панели датчик приближения, то есть вы подносите к ней руку, и она загорается в этот момент. Более того, она даже может выполнять некоторые функции на приближении руки, то есть вы приблизили руку, и, допустим, свет в комнате включился. Но это уже на любителя. Просто клавишные панели, тоже бывают с физическими клавишами, бывают сенсорные. От одной до восьми клавиш есть варианты разных цветов и материалов. Настоящее стекло есть, настоящий металл есть. Десятки дизайнов различного вида, смотрите уже в каталогах. Они позволяют не только что-то включать и выключать, но еще и регулировать. Если вы долго, например, на клавишу нажимаете, она будет диммировать что-то. До 99 действий при одинарном нажатии клавиши может происходить. Если вы довольно сложный сценарий хотите запустить, вам не нужен внешний сценарий контроллер, а вы нажали на эту кнопочку, и у вас произошло то, что вы хотите. Сенсоры. HDL достаточно знаменитый уже на рынке своими многофункциональными сенсорами. Самое большое количество функций HDL включает в свои сенсоры. Чемпион в этом плане это 12 в 1. Там есть датчик движения, датчик освещенности. Причем датчиков движения две штуки. Один инфракрасный, другой ультразвуковой. Ультрасоник. То есть многие его называют датчик объема или датчик присутствия. По-разному можно на это реагировать. Датчик температуры, датчик освещенности, два входа для внешних датчиков. Если вы захотите подключить, например, датчик открытия двери, не знаю, или окон, то вы можете подключить герконы напрямую. Или выключатель, просто обыкновенный, который будет включать и выключать что-то туда же, прямо в эту штуку. Также в ней есть два реле, встроенных 5-амперных. То есть вы можете управлять, например, освещением и, не знаю, климатом, допустим, да. И инфракрасный передатчик с памятью. То есть память, например, на управление, не знаю, проектором, телевизором, чем-нибудь подобным в нем есть. Таким образом мы получаем такой умный дом в одном флаконе. Разместив одну такую штуку, например, не знаю, в классной комнате в школе, мы получаем и управление проектором, и управление освещением, и управление климатом, и так далее. То есть и управление в зависимости от присутствия людей или отсутствия. Вот. То есть такая штука, она, опять же, уникальна совершенно на рынке. Есть датчик с чуть меньшим количеством функций, но немножко меньше по размеру. Например, 12 в 1. Многие считают, потому что в нем 12 функций. Мне кажется, потому что он 12 сантиметров в диаметре. Поэтому он так называет. 8 в 1, 8 сантиметров в диаметре. То есть это, в общем-то, довольно-таки логично. Также есть совмещенный датчик температуры, влажности, освещенности и датчик качества воздуха. Все эти датчики имеют внутри логический контроллер. И это, в общем-то, то, что их безумную функциональность вытягивает на приемлемый уровень. То есть вы можете взаимоотношение сенсоров, различных внутри этого устройства, настроить в нем же. Вы можете до 24 логических модулей внутри создавать. Каждый модуль выглядит так. То есть если датчик показывает от такого-то до такого-то, и другой датчик показывает то-то и то-то, а также внешняя какая-нибудь условная переменная к нам пришла такая-то, что сейчас, допустим, ночь, то тогда делать то-то. И там два десятка действий можно делать. Дальше второй модуль, совершенно другой. Третий модуль на другие датчики. То есть все датчики, они работают достаточно органично. Также существуют компактные сенсоры. Если вы хотите небольшие сенсоры, например, на движение или освещенность, то вы можете использовать вот эти вот штуки. Они занимают место примерно как небольшая галогеновая лампочка на потолке и не торчат наружу. И устанавливаются примерно так же, как вы видите, по металлическим ушкам. Температурные сенсоры есть два типа. One-wire и резистивные сенсоры, которые выдают сопротивление. Там что-то типа 12 Ом стандартное. Они меряют, соответственно, температуру. Надеюсь, что в скором времени появятся и другие типы сенсоров в HD внешнем. Есть входы для сторонних сенсоров. Мы можем использовать выключатели с сухими контактами, герконы, любые контактные сенсоры. И подключать их к 24-канальным, 8-канальным или 4-канальным входам. Также сторонние датчики для теплого пола работают, если кому-то это интересно. Например, датчики DEVI, которые 15-килоумные, с некоторыми легкими настройками, легко подключаются к входам резистивных датчиков. Как мы всей этой красотой управляем с различных гаджетов? С iPad, с iPhone, с Android. И вам запись будет, я думаю, в рассылке. Камил, по длине и сечению кабеля вы не найдете, к сожалению, информации. Прямые вопросы, которые мы задаем в поддержку, говорят, мы пробовали, например, бухту кабеля 300 метров и, пожалуйста, работает. Самое главное для устройства подключения сухих контактов, это чтобы вы рассчитывали расстояние от блока питания и на длину этих проводов тоже. Итак, управление из iOS, Android, Windows. Как происходит? Происходит оно следующим образом. Есть программное обеспечение разного вида. В первую очередь, конечно, Iridium Mobile, который считается стандартным программным продуктом для HDL, для управления. Есть еще несколько, например, iLife. Это собственный программный продукт HDL, все попытки работы с которым заканчивались, честно говоря, достаточно печально. Iridium Mobile и HDL практически лучшая комбинация на данный момент на рынке. Почему? Потому что HDL предлагает хорошее аппаратное обеспечение, а Iridium Mobile предлагает мультиплатформенное ПО, которое как раз дополняет недостатки HDL с точки зрения управления аудио-видео, допустим, системой. В Iridium Mobile свободно конфигурируемый интерфейс, поддерживается управление AV-оборудованием, то есть напрямую вы можете управлять Smart TV или музыкальным сервером. С точки зрения HDL Bass Pro, один из лучших драйверов Iridium Mobile как раз для HDL сделан. Он сканирует сеть HDL, добавляет найденное устройство, позволяет использовать сайт лицензии, когда вы лицензию активируете на контроллер, IP контроллер HDL, и можете использовать любое количество панелей и смартфонов. Также Iridium выпускает сейчас новый продукт, который называется Bongo. Bongo – это тот же самый Iridium, но без редактора. Вы как инсталлятор регистрируетесь, получаете доступ к редактору, создаете там проект, отсканировав сеть или добавив устройство вручную. Вы сканируете сеть, видите, находите, допустим, диммер или реле, добавляете его и выбираете, какой канал в какой комнате находится. После этого указываете, как он называется, и напрямую уже управляете из готового уже интерфейса. Если кому-то интересно, про Bongo могу рассказать побольше, но лучше дождаться официального анонса, я надеюсь, что он где-то в начале сентября произойдет. Также существует решение для гостиниц. Вот так же делал. Во-первых, это room-контроллеры. Все практически функции номера гостиничного можно собрать в одном таком room-контроллере. В нем есть и входы, и выходы, и диммеры, и так далее. Вот как выглядит стандартная инсталляция. К room-контроллеру мы подключаем питание, мы подключаем освещение. Все то, что нужно диммировать или включать-выключать. Также подключаем дверной звонок. Можно сторонний, можно HD-овский. Подключаем вытяжные вентиляторы, шторы. Также подключаем фан-коил, если нужно. Чаще всего они используются в гостинице. И модуль экономии электроэнергии для карточки. Также классические выключатели в большом количестве вы можете подключать к этой же штуке. Все это подключается к Ethernet. И один номер, собственно, это одна такая штука. Есть второй вариант инсталляции расширенной. Расширенная инсталляция предполагает, что мы еще дополнительно используем устройства Bass Pro, которые тоже подключаются к этому контроллеру с дополнительным блоком питания. То есть выключатели, DLP-панели и все остальное. А также музыкальные устройства. В данном случае мы видим Music Box, он же Z-Audio, в исполнении на один рейку. Такое тоже существует. И все это настраивается через гостиничное программное обеспечение IHMS, Intelligent Hotel Management System. Параметры там настраиваются. Там настраивается взаимодействие с гостиничной системой. Есть несколько стандартных, типа Opera, она же Fidelio. А также мы можем управлять занятостью номеров, записывать карточки через это ПО и другие вещи делать. Также можно использовать управление замком, встроенное в дверной звонок. А можно использовать отдельные замки сторонних производителей. Есть рекомендации по этим производителям. Вот в частности те замки, которые сейчас вы видите на экране, они подключаются по радиопротоколу друг к другу. И дальше у них есть интерфейсная карточка, которая подключается к 485 интерфейсу HDL. И все данные с этих дверных звонков мы имеем в системе. Теперь несколько слов о BassPro Wireless, о беспроводной системе и о том, как она выглядит. Много было слухов по поводу того, как она работает, и даже мнений. Многие считали, например, что понимают, как она работает, когда ее еще не было. Но она оказалась чуть-чуть другой, не совсем такой, как мы ожидали. Какие общие характеристики? Во-первых, это межсеть. То есть сеть, в которой... Каждое устройство является одновременно еще и ретранслятором. Все устройства работают со всеми теми, которые находятся в пределах ее действия. Она использует стандарт IE802.15.4 аналогично протоколу ZigBee. Это стандарт, который сейчас используется очень широко. Но это не ZigBee, несмотря на то, что HDL участник ассоциации ZigBee. Это именно BassPro на 802.15.4 сети низкого употребления. Частоты могут использоваться 768, 868 и 900. Причем это все выбирается программно. Может все это дело работать как самостоятельно. То есть просто беспроводная сеть и все. Так и как расширитель проводной сети BassPro. Еще есть вариант, что беспроводная сеть может быть мостом между проводными сетями. Главное устройство для беспроводной сети это беспроводной роутер. То есть то, что всем тем делом рулит. К нему подключается Ethernet, сеть BassPro, если нужно, и беспроводная BassPro Wireless. Он может их соединить друг с другом, а может соединить только беспроводные устройства, например, с Ethernet, если нужно. Существуют аналоги проводных устройств, например, те же самые моторы, но с беспроводной функцией. Функционально они полностью аналогичны проводным моделям. Свет работает следующим образом. Мы берем модуль, который называется Wireless Power Module. Этот модуль имеет встроенные реле или диммеры, в зависимости от модели, которую мы выберем. В данном случае показаны картинки диммер, если я не ошибаюсь. Честно говоря, с тем же успехом он может быть и реле. Они очень похожи выглядят. Они работают как интерфейсы питания для панелей. То есть они помещаются внутрь обычной круглой коробки. Снаружи к ним подключается панелька. Точно такая же, как и проводная, но немного другой модификации. Внутри антенны подстроены. Также несколько штук могут работать при прямом подключении. То есть у вас, например, есть три выключателя подключенных. То есть у вас три коробки рядом стоящие. Вы можете в них разместить несколько вот таких вот штук, управляемых с одного. То есть один выключатель может управлять несколькими вот такими вот power интерфейсами со встроенным реле. Есть вот такие вот отдельные реле и диммеры. Вот в данном случае это двухканальное реле. А это панели, которые уже на power интерфейсе сверху подключаются. В принципе, функционально это один в один те же самые обыкновенные панели, но у них есть встроенная антенка. Мне кажется, со временем это будут просто одни и те же панели. Вот, собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Единственное, что в конце, для тех, кому это интересно, я хотел показать программное обеспечение HDL, как оно выглядит. и, собственно, для этого сейчас включу демонстрацию рабочего стола. Так, пока вопрос. В KNX линейке ограничение относительно Баспро количество кнопочных сенсоров в панели. Какие прогнозы с изменением ассортимента? Камил, вопрос, опять же, к производителю. Просто KNX требуется сертифицировать гораздо дольше, чем Баспро устройство. Поэтому, собственно, сама ассоциация KNX виновата в этой ограниченности. Итак, вот программное обеспечение. Что мы можем в нем делать? В первую очередь мы можем отсканировать сеть. Вот мы нашли несколько устройств, добавили их. И вот, например, у нас есть диммер с адресом 1.62 и есть клавишная панель DLP. Вот раздел управления клавишами. Проблема с кодировкой это чисто проблема моего компьютера. Это не проблема HDL. Обычно с кодировкой все в порядке. У меня просто такой Windows. Итак, вот клавиши. Четыре штуки, допустим. И четыре страницы по четыре клавиши в этой модели выключателя. Мы выбираем, в каком режиме эти клавиши работают. Например, режим combination on-off. То есть мы хотим набор команд послать в определенном количестве на включение и выключение чего-либо. Здесь выбираем, сколько этих команд должно быть. Допустим, четыре. С первой по четвертой команды смотрим. Всего, помните, я говорил, 99 их может быть. Да, ПО только под Windows. Теперь заходим еще раз. Какой адрес? 1.62, да, был диммера. И назначаем 1.62. А если хотим сразу несколько, значит, вот так вот. 1.62. Single Channel Lighting Control это стандартный тип команд для управления освещением релей. Это диммер, не важно. И мы канал 1, 2, допустим, 3 и 4 в этом диммере. Что сделаем? Включим этот, например, на 100. Этот, допустим, на 77. Этот вот так, этот вот так. И за какое время? За столько-то минут и, допустим, столько-то секунд. Да, допустим, за 2 секунды а эти сразу. Сохранили. Все. Вот прямо сейчас вот эта кнопка, она делает вот именно вот это. То есть она пошивает диммеру, команду, каждому из этих каналов сделать то, что она нужна. Если мы на эту клавишу нажимаем. Дальше есть довольно много всего другого. То есть мы можем, например, загружать различные картинки в этот выключатель. Мы можем там тестировать много чего. Мы можем зайти в датчик и посмотреть, как он работает. Да, вот мы можем посмотреть, да, что сейчас датчик показывает. 29 градусов. Освещение 0 люкс. Темно. Качество воздуха чисто. Влажность 34%. Вот логические взаимодействия внутри этих датчиков. Да, ну, сейчас я не буду это все показывать, потому что это все тема другого. Ага. Это все тема другого вебинара. Сейчас, собственно, я хотел бы закончить. Если у вас есть какие-то вопросы в разделе «Вопросы», вы можете их задавать, я готов на них ответить. Если вы хотите продолжить обучение дальше, то рекомендую связаться с вашим дистрибьютором и спросить их, где найти более подробные вебинары, они существуют, или прийти на практику, которая будет, например, на следующей неделе в офисе в Москве. Да, Денис, ищите записи на сайте в разделе «Обучение». Если не найдете, спрашивайте менеджеров, пожалуйста. Хорошо? Камил, да, очень хороший вопрос. Отдельная лицензия Iridium? На данный момент нет ее, но она будет. Для гостиничной версии точно она будет. Будет ли версия для версии для Bass Pro? Скорее всего, нет. Будет ли сайт лицензии поддерживать Bass Pro? Сайт лицензии Bass Pro поддерживать эту штуку? Ну, посмотрим. Сейчас пока это только-только появилась новая прошивка, поэтому ничего не могу сказать точно. У кого поточнее можно узнать по поводу практики? У менеджеров, вы знаете, вы получили уже рассылку про этот вебинар, вы в ответ просто спросите. На следующей неделе, если не ошибаюсь, в четверг практика будет. Насколько чувствителен датчик света? там действительно ли ноль люкс, как он показывает? Датчик света не суперчувствителен, но в том помещении, где он находится, действительно темно. Хотя количество люкс, конечно, не ноль. Хорошо. Тогда спасибо всем, кто присутствовал. Всем счастливчикам, на самом деле, потому что у нас действительно было ограничение 50 и гораздо больше людей хотелось, хотелось участвовать, но надеюсь, что они посмотрят записи. Всем спасибо, со всеми до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok